Мы продолжаем в эфире этого программа «Сумма мнений» события космического масштаба, которому было приковано сегодня внимание Екатеринбурга. Впервые в истории Екатеринбург житель нашего города отправился на орбиту. По этому поводу сразу несколько мероприятий в нашем городе проходило. В частности, показывали трансляцию этого самого запуска ракеты. По этому случаю сегодня замечательные и почетные гости. Очень рады представлять. У нас в студии Леонид Шалимов, председатель Совета главных конструкторов Свердловской области. Здравствуйте, Леонид Николаевич. Александр Лазуткин, российский космонавт. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. И Александр Шубин, заместитель директора Уральского авиационного поисково-спасательного центра. Здравствуйте. Расскажите, сегодня вы же были на этом мероприятии в кинотеатре, трансляция. Насколько это всё важно для популяризации космоса? Насколько возвращается интерес сегодня у россиян к космической отрасли в целом? Это само событие, которое я считаю важным, потому что я впервые сталкиваюсь с таким. Обычно человек стартует. Ну, в Москве там много космонавтов. Там особо-то и не считают. Улетел, улетел. Там из сводок новостей сообщили. А здесь целый город. И он говорит, это наш летит. Мы его провожаем. Собирается зал. И все смотрят в реальном масштабе времени, то есть прямую трансляцию. Это вообще здорово. Я уверен, что у людей, во-первых, они видят это всё собственными глазами, это раз хотя бы обращают внимание. Второе, это же у них там внутри гордость. Это развитие патриотических чувств. Про Сергея Прокопьева. Вы же знакомы с ним. Я хотел бы сказать, что Александр Иванович совершенно правильно подметил о том, что гордость Екатеринбурга за нашего земляка – это раз. Во-вторых, его отца всё очень хорошо знают. Потому что Екатеринбург напрямую связан с нашим авиационным клубом ДСАФ, расположенным в Логиново. Отец Сергея Прокопьева посвящил ему всю свою сознательную жизнь. 45 лет отработал в ДСАФе, естественно, приявив любовь своим детям к авиации. У него четыре сына, все, которые свою судьбу связали с авиацией. Один стал парашютистом, мастером спорта международного класса, 7 тысяч прыжков. Два сына лётчика, один из которых стал космонавтом. И четвёртый сын занимается ракетостроением, испытанием ракетной техники. Члены экипажа сегодня рассказывали, что планируют провести футбольный матч, потому что совпадает время с проведением Домашнего чемпионата мира по футболу. Как долго вообще Сергей Прокопьев готовился к этому событию? Я знаю, что вообще у космонавта может пройти и 15, и 20 лет, когда он служит в системе, он служит в Роскосмосе, прежде чем случится, свершится его первый полёт. А кто-то может вообще всю жизнь прождать и не дождаться? Может, может. И такое тоже было, и может быть, и даже будет. Ну, коротко, значит, самый такой короткий путь был у человека, который, по-моему, год всего в отряде провёл, это Лентин Лебедев, и он сразу полетел. Самый длинный я не помню, но это больше 10 лет, это точно. Но, в принципе, подготовка, она так немножко регламентирована. Ну, как правило, там 3-2 года ты как молодой боец, потом ты становишься уже более опытным человеком, и тебе года 3 тебе дают на то, чтобы ты ещё лучше изучил всю эту технику. И вот начиная, может быть, 5 лет, 6, 7, 8, 9, 10, это уже там, да, начинаются полеты. Но у вас прошло 5 лет, и это, в общем-то, удача. У меня, ну, да, ну, во-первых, время было такое, развал Союза, вот, денег не даёт на космонавтику, народ уходит. Ну, в общем-то, так было плоховато, и, с одной стороны, с другой стороны, там у нас просто люди стали болеть, и мы так очередью продвинулись. Поэтому здесь, может быть, не было бы счастья, да несчастья, по-моему. – Леонид Николаевич, вы с каким чувством смотрите и следите за полётами, за запусками, даже не за полётами, а за самим запуском? Понятно, что вы понимаете все технические тонкости, нюансы и детали, которые там происходят. Вот валерьянка рядом нужна? Как это вообще? – Ну, привычка. Я обычно, когда начинается старт, я обычно не сажусь, и поэтому все знают. И однажды на Байконуре главный конструктор этой темы «Союза-2», он сел, ему говорят, а ты что сидишь-то? Леонид Николаевич, он обычно ходит. То есть я никогда, когда идёт предстартовая подготовка, когда «Союз-2» готовится к пуску, ну и самые такие, как это, волнующие минуты, когда уже чуть ли не кажется, что сердце там бьётся ещё в раз-а-три чаще, это вот когда говорят «всё, пуск, ключ на старт», хотя я понимаю, что у нас система автоматическая подготовка, идёт ракеты, то есть поставишь ты ключ на старт, не поставишь, автоматическая предстартовая подготовка, она всё равно будет идти. Но, тем не менее, вот эти семь минут, это вот в жизни, сколько бы я ни наблюдал этих пусков на четырёх космодромах, это вот самые волнительные такие минуты. Семь минут просто ждёшь, когда они… Вот когда ракета в полёте, я уже спокоен. То есть, потому что я чётко знаю, что система управления «Союза-2», она в любой критической ситуации, она никогда не откажет. То есть… Не подведёт, вывезёт. Да, если откажет даже процентов 30 оборудования, она всё равно выполнит свою задачу. Чаще всего причины неудачных стартов – это что? Это человеческий фактор? Это, ну, вот не смогли просчитать какую-то ситуацию? Или это технические сбои? Нет, тут человеческий фактор, всю дорогу присутствует, естественно, там море можно вспомнить, допустим, почему-то первый раз, допустим, мы не могли запуститься в первый день с Байконура – человеческий фактор, с французской Агвианы – человеческий фактор, с космодрома Восточный – человеческий фактор. Поэтому в большей части это человеческий фактор, конечно. Несмотря на то, что там и всё автоматически готовится, и документация, но всё равно человеческий фактор остаётся самым главным. – Про человеческий фактор, когда команда, когда экипаж приземляется. Расскажите, пожалуйста, как устроена вот эта поисково-спасательная операция? Почему вообще, если известны точные координаты приземления, почему это всё называется поисково-спасательной операцией? 12 вертолётов и огромные-огромные армии специалистов снаряжаются в дорогу. Почему так? – Операция называется, потому что операция любая, она планируется. То есть, естественно, заблаговременно известно место посадки. То есть, это, конечно же, полигон Байконур, Казахстан. В Казахстане находится полигон посадки. Известны расчётные точки баллистиков. Но так называемый управляемый спуск, который идёт до входа в плотность атмосферы, и дальше идёт спуск на парашюте, и здесь вкладывается и погодные условия, может отнести порядка 40 километров, закладывается на погодные условия, радиус 40 километров от расчётной точки. Это при штатной посадке. И нужно доставить кучу специалистов для обслуживания объекта самого, это спускаемого аппарата, плюс для встречи космонавтов, их обслуживание. Поэтому каждый вертолёт имеет своё предназначение. Первым летит эта группа ОТГ, во-вторых, столько техники, ещё они раскиданы по зонам, самолёты сопровождают на этапе спуска на парашюте, появляется связь с космонавтами, она транслируется на Землю, докладывается самочувствие. Сколько раз в Вашей жизни было это волнительное событие? Сколько раз Вы встречали экипаж космонавтов? Около 30, наверное. Считайте, что в каждый год это было 4 посадки. Начиная с 1999 года, запуск, посадки. Они раньше были одновременно, то есть проходил запуск, и тут же через 7 дней посадка. В каком состоянии? Что говорят люди? Как это вообще? Ну, я скажу так, что в основном у наших российских экипажей переносимость полёта даже длительного, она не то что выше, она просто уверенная. Ну, всё-таки это космическое братство, они все ведут себя достойно. Есть эмоции, которые они выражают. Обычно встречают космонавтов яблоком казахстанским. Тут же после их извлечения из объекта проводится небольшой брифинг, если по самочувствию могут это позволить. Они делают пару снимков, взявшись за руки. Затем их обслуживают в палатке, то есть для того, чтобы транспортировать, эвакуировать, как правило, это Кустанай или Караганда. Если посадка в Джеск-Азгане, это Караганда, откуда забирают борт ЦПК. Если это посадка в Рокалыке, это Кустанай. И оттуда уже доставляют их в ЦПК. Про традиции, ритуалы, про приметы и суеверия, то, что всегда спрашивают, но то, что всегда интересно. Но вот что касается приземления, вы рассказывали, обязательно три белых Волги. Где их взять-то ещё, эти три белых Волги? Это всё традиция не нарушается. Специально есть группа обеспечения, которая договаривается, обеспечивает эту встречу. Почему? Потому что это ритуал. Каждого космонавта везут, если всё благополучно, на отдельном вертолёте. Они все втроём одновременно заруливают, подруливают к аэропорту, будь это Кустана или Караганда. Но это вопрос безопасности отдельный вертолёт. Да, отдельный вертолёт, это вопрос безопасности, во-первых, чтобы всё может случиться и с вертолётом, чтобы не потерять весь экипаж, как бы, мы же летим на авиационной технике, и как бы она тоже имеет свойство отказать в какой-то момент. Ну и каждого отдельно со своим врачом доставляют, ну я сказал же, что к месту, где будет борт ЦПК. Три Волги, да, отдельно под космонавтов, так три Волги, они тоже подходят ритуально так, разворачиваются, подъезжают и потом их подвозят к зданию аэропорта, где обычно устраивается брифинг, и Казахская земля с благодарностью встречает наших космонавтов, дарит им халат, национальные свои одежды. Тебетей. Тебетей. Неваляшки, вы говорите, с людьми космонавтов? Да, сейчас вот нашла молодость, вот неваляшки там расписаны. Это новый тренд. Да, новая традиция такая, неваляшка расписана с фотографией космонавта, как бы она сделана, именно которого встречают. В скафандре неваляшка? Как правило, это нет, в комбинезоне энергии. Ну если в скафандре, там, как бы сказать, вариации такие, да. Лидий Николаевич, тоже вспомнили традицию. Ну да, то есть, допустим, первый раз, когда мы готовили свою площадку для старта, не гагаринский старт, то меня повезли знакомить с Байконуром. Ну и вот мы начали ехать, говорит, а здесь возят только космонавтов. Мы должны объехать только вот таким образом, приехать на старт. Вот это четко, как бы мне не повезли по этой... Дискриминация. 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 Ну вот такие незыблемые, нерушимые вещи. Вроде бы 21 век, но все равно наверняка остаются какие-то ритуалы, традиции, приметы. Да, они все есть. Это, в принципе, когда вот какое-то важное событие в жизни, вот оно вот должно совершиться, ты идешь и думаешь, лишь бы черная кошка не перебежала дорогу, там еще не знаю, что там надо сделать, там утром с твоей ноги встать и так далее. Это все есть, а полет, он все-таки неординарное событие. Вот. И есть там, да, вот такие традиции, там есть известные, там, это, белое солнце. Скажите про свое, пожалуйста. Может быть, вы что-то брали с собой. А мое, может быть, вы чего-то скажете, да? Нет, берем мы с собой это, что нам разрешено. Вот нам говорят, там, полтора килограмма личных вещей нужно взять. И ты честно отбираешь эти полтора килограмма личных вещей, там, берешь фотографии, игрушечки какие-нибудь, там, еще там, можешь книжечку взять и так далее. Вот. Ну, это с собой. Вот. Ну, а дальше что? А дальше там уже, когда летаешь, думаешь, вот, я вот эту вот игрушечку взял, эту игрушечку мне подарил там вот такой-то мальчик или такая-то девочка. Думаешь, ага, вот и девочка здесь сейчас со мной, и мальчик этот, а вот родные тут на тебя смотрят. Там такое чувство ностальгии, оно почему-то не слабое. Обостряется. Да. Но есть ведь... Причем, да, причем вот я такой не сентиментальный был. И я помню, что впервые я это почувствовал, когда американцы к нам прилетели на шаттле, и мы их встретили у нас там, стол накрыт, все это, мы посидели. И американцы говорят, ребята, вы мороженое хотите? Мы говорим, да. А мороженое, оно не входит в рацион питания, до сих пор его нет. Вот. И они говорят, а какого? У нас три месяца полета прошло. Я к мороженому был равнодушен. Но в тот момент, я подумал, какое... Я вот представил себя вот это еще, когда они сказали, а какого? Я подумал, это вот похоже на издевательство. Вот идет человек в пустыне, ему пить хочется. И он подходит и говорит... И к ним подходит и говорит, слушай, ты воды хочешь? Он говорит, конечно. А тебе какую, с сиропом или без дать? Вот. И мы говорим, любое. И они принесли нам первое, что на подносиках, вот на строе было, три брикетика. И это были земные брикетики. Я помню, для меня это прям вот кусочек земли. Я знаю, что это не специально для нас делали. Это купили там. Я его разворачиваю, я его ем. Я думаю, это земли. И даже вот с этого момента вот эти все, те, которые прибыли к нам, я их стал называть «свежие земляне». И они говорят, ну это в душе моей. Свежие земляне прибыли. То есть вот эта ностальгия, о которой вы говорите, это даже не ностальгия по семье, это вот какая-то глобальная позиция, как вот «Отроки во вселенной», когда мы смотрим кино. Это вот такая вообще по земле. Да, да, да. Тут какие-то такие моменты есть. Вот они... Удивительно. Да. Давайте мы посмотрим сейчас опрос. Мы спрашивали екатеринбуржцев, следят ли они за полетами в космос, за запусками ракет. Что ответил город, узнаем прямо сейчас. А затем вернемся в эту студию и встретим здесь снова гостя. Хотели бы вы полететь в космос? Наверное, нет. Почему? Ну, потому что мне это, не знаю, не особо интересно. Ну, я не считаю, что это мне нужно. Плюс я не подхожу под параметры. Нет, я бы не хотела. Дело в том, что для этого нужна действительно подготовка очень серьезная. А вот посмотреть наверх, сверху на Землю можно вот та же мысленно, с помощью того, что... Нет, не с помощью, а благодаря, что наши космонавты летают и снимают. Нет. Почему? Ну, у меня есть незаконченные дела здесь. Космос не убивает, оттуда возвращаются. Я понимаю, но просто... Ну, нет у меня такого интереса. Это сейчас можно все. А у нас же нельзя было. Женщин выщелкивали. Это специальность не для женщины. Просто хотелось бы перекусить, принять душ и вообще почувствовать себя в невесомости. Ну, и много чего еще хотелось бы в невесомости попробовать. Так мы и так уже все в космосе. Сергей Прокопьев, екатеринбуржец, впервые в истории отечественного космоса отправился на орбиту. По этому поводу сегодня все внимание Екатеринбурга и екатеринбуржцев было приковано к запуску ракеты. К нам присоединился Александр Изгагин, директор Екатеринбургского планетария. Александр, здравствуйте. Вот это событие для вас, как для популяризатора, для главного екатеринбургского популяризатора космоса, оно что значит? Что дает? Какой карт-бланш? Ну, во-первых, это не только для нас событие важное, не только для планетария, но в целом для города. Мы попытались организовать такое мероприятие, чтобы привлечь максимум внимания всех жителей, чтобы знали про то, какие люди живут на Урале, как они работают. Мы надеемся, что у нас все получилось. Мероприятие прошло, мы считаем, что успешно. Всем понравилось, все довольны. Ну, про то, какие люди, кто такой настоящий космонавт, что он должен уметь. У нас у всех есть некое стереотипное представление, что это такой супермен по физическим параметрам, что все его физические данные должны быть безупречны. Но дело ведь не только в физических данных. Голова еще должна работать. Ну, что касается Сергея, по-моему, у него физические данные отличные, суть по его внешнему виду. — Да много чего должен знать. Я, в принципе, когда готовился ко всем этим своим космическим мытарствам, я очень жалел, что в школе не учился на отлично, и в институте тоже не учился на отлично. То есть я мог позволить себе там и троечку заполучить, где-то там и двоечку и так далее. И более того, как и все, наверное, мы позволяем себе такое. Вот есть предметы, их столько. Вот столько я люблю, а это я не люблю. Вот столько я считаю важными, а это неважными. И вот здесь главная ошибка. Что тебе дают в школе? Учи все. Уроков по рукоделию, докончай выше математики. — Все, 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 да. Вот это ты начинаешь понимать. Поэтому, когда говорят, кто такой космонавт, он должен это все знать. — Но задачи ваши не силы. — А задачи, они вот и определяются тем, почему, говорим, все знать. Потому что никто не смотрит. Там ты летчик, ты инженер, там ты ученый. И неважно. Значит, у нас тут эксперименты по медицине, значит, будьте добры разбираться в этом. По астрофизике, по биотехнологии, по материаловедению и так далее, и так далее. И тут хочешь, не хочешь, если хочешь полететь, ты должен все это выучить и знать. Поэтому ты должен знать все. — От экипажа к экипажу, от миссии к миссии есть какие-то особенные задачи, которые разнятся? Или это примерно, ну вот, я не знаю, поддерживать станцию? — Нет, ну у нас нет. Задача поддерживать станцию – это такая постоянная задача. Если это бурж-инженер, ну и командир, который тоже в этом разбирается, они вдвоём и поддерживают эту станцию. А научная программа, она формируется вот научной средой здесь на Земле. Есть эти институты, есть предприятия, которые прорабатывают, какие эксперименты делаются. Роскосмос всё это собирает, выстраивает паранжиру и вперёд. У нас не летают космонавты, которые говорят, что мы прилетели, делать нечего. — Конкуренция в космосе. Какие позиции сегодня у России? О каких вообще позициях на нашей космонавтике, можно говорить, на нашем космостроении? — Ну, мне всегда нравится так слово «конкуренция». Я понимаю, что в советское время две разных политических системы надо было, чтобы друг друга кто-то обязательно перегонял и всё прочее. Я сегодня, как правило, говорю, что надо делать то, что нужно России. Поэтому нужно чётко определиться, иметь космическую программу, что мы хотим. И не надо никогда вступать в какие-то конкурентные отношения и сравнивать. Да, вот там Маск тяжёлую ракету запустил, а где у нас? Давайте быстренько будем делать как... Абсолютно время у нас сейчас такое, что надо ориентироваться именно на то, что нам надо в России. — А что нам надо в России? — Ну, я считаю, что космос — это, как я тоже любил говорить и люблю говорить, что даже если нам от космоса ничего не надо, то человек — это любопытное создание, он всегда будет стремиться в космос, чтобы удовлетворить своё любопытство. Это просто так устроен человек. Но мы, тем не менее, ставим какие-то прагматические задачи там. — Ну вот для России, по-вашему, какие это задачи? — Ну, я считаю, что сначала надо закрепиться на Луне, чтобы сделать её какой-то стартовой площадкой, допустим. И, может быть, не делать такие тяжёлые ракеты, чтобы долетать до Марса. Всё равно мы же должны знать окружающую нашу среду. Я уж не говорю там про всю Вселенную, но, по крайней мере, хотя бы то, что недалеко от Земли находится. И это же всегда принципиально важно, допустим, это и для новых каких-то открытий, для новых технологий. И в этом всё равно человечество будет туда стремиться. А это самый простой путь, я думаю, что, как иногда шутят, что американец с русским приземлятся, а там их встретят китайцы и скажут, в каком отеле вы хотите жить. Вот, поэтому здесь... — Подождите, но это же есть такая информация, что они где-то там на Луне собираются строить, уже вроде как практически начали. — Я думаю, что говорить всегда проще, а надо спокойно заниматься своим делом. Луну ещё никто не разделили. Кстати, там есть кратер НПО автоматики на Луне, участок Земли, где я за него как бы ответственный. Поэтому у меня даже... — Есть личная карточка, да. — Если что, субботники и вот это всё. — Если что, кусочек есть. — Там отели построим. — Про перспективы частного космоса. Понятно, что Илон Маск — это же такое лукавство по поводу... Он же не совсем частник, это же государственные всё-таки деньги. Ну, он же в том числе получает какую-то господдержку, государственные инвестиции. — Получает, получает. Перспективы у нас в России... — И других товарищей, которые готовы пожертвовать, он тоже от них получает. — Денежки получает. Ну, это как бы... Вот появилось ещё одно новое лицо, которое занимается разработкой и созданием космической техники. Вот слава богу. В чём проблема-то? — В России перспективы, варианты для частных... для инициатив частных денег? — Станут компании стабильными, станут компании, которые будут не заинтересованы в коротких деньгах, как говорится, купил-продал, а вместиться их в науку и так далее. — 10, 15, 20 лет вот такого срока. — Будут такие компании, которые могут себе позволить? И третий вопрос. Надо, чтобы умные люди там работали. Деньги не делают всё. — Про умных людей, про кадры, ну вот по-вашим. Во-первых, про конкуренцию среди самих космонавтов. Какой сегодня конкурс? Мы сказали, что там нужно... — Значит, среди космонавтов конкуренции нет. Просто по одной простой причине там всё расписывают, когда ты полетишь. И слава богу, это делают, чтобы не было такого... Дай-ка я ему подножку поставлю и на его место встану. Нет. Каждый готовится, у каждого своя тропочка такая проделана. — Про кадры хочется понять ситуацию с кадрами у нас. — А вот с кадрами, ну, я не знаю. То, что я вижу, мне не нравится. — Почему? — А потому что слабые кадры. Вот как у нас началась реформа среднего образования, она как началась, стали приходить в университеты школьники, которые плохо знают, плохо усвоили школьную программу. Потом эти школьники стали приходить на предприятия, и мы смотрим, что эти уже молодые специалисты, бывшие школьники, прошедшие вот эту вот школу, их даже молодыми специалистами-то назвать нельзя, потому что их нужно втягивать, давать им какие-то дополнительные знания, то есть заниматься не специфической для предприятия работой, учить. И это, к сожалению, по крайней мере, вот сейчас не прекратилось. Это вот приходят те, которые мало знают. Это самое страшное. — Александр, популяризаторы науки здесь могут как-то влиять на ситуацию? — Популяризаторы науки. — Популяризаторы науки. — Вот от кого зависит. — Науку, вот такие популяризаторы, это неправильно. То есть они должны уметь что-то делать, не понаслышке там. Я люблю Перельмана, когда во втором классе был, занимательную арифметику читал. Но сейчас вот Александр Иванович сказал, я просто с этим сталкиваюсь. И мы, когда кафедры ещё не порушили в Уральском федеральном университете, у меня была своя кафедра, кафедра автоматики. И на первые курсы мы вообще давали, так как это система управления, кафедры автоматики, то мы давали им курс математики, который они должны были освоить в школе. То есть они приходили полностью неподготовленные к той программе, которой надо уметь автоматику. Потому что сейчас это век автоматики. — И всё-таки про популяризацию, про какой-то гражданский сектор, гражданский сегмент. Если мы, может быть, на уровне государства какие-то такие быстрые манёвры не можем делать, то вы гораздо мобильнее. — Тут смысл в том, чтобы некоторые, к примеру, с ним говорим про детей, могут и не задумываться, к примеру, о каком-то направлении деятельности. Наши мероприятия, проекты планетария могут показать, рассказать и как-то привлечь, собственно, дать толчок, чтобы уже потом ребёнок стал учиться, пошёл в университет на определённую специальность и стал высококвалифицированным специалистом. То есть мы не претендуем на точную науку, мы пытаемся просто донести... — Задать вектор, да? В смысле замотивировать, задать человеку. — Всё правильно. А вот я просто думал, какова роль этих популяризаторов. Ведь они же все силы отдают этому направлению. Они как-то пытаются притянуть детей и говорить, слушайте, занимайтесь космосом, вот это красиво, это интересно. И ребёнок, он начинает это всё любить, но знания-то он получает в школе. И вот он очень любит. Ну, приходит он на это предприятие, говорит, я буду делать космические корабли, я люблю, я знаю историю космонавтики, я знаю, какие корабли делались до меня. И вот делай. А это уже школьные знания, естественно, университетские. И вот нам-то важно вот этих хороших получить. Ну и надо увлекать, конечно. — Ну, например, мы же ради этого сделали семихатовские чтения где-то несколько лет назад. По одной простой причине – это чисто космическая тематика. То есть мы спокойно видим, как ученики у нас, вот один у нас продемонстрировал вездеход, который мотор-колесо, значит, делает там шесть степеней свободы, который мог там манипулятором забрать какой-то грунт с Марса. И вот они, что самое удивительное, после этого наши предприятия как-то этим не заинтересовываются. Я, например, предлагал НПО имени Лавочкина, говорю, посмотрите на этого мальчика, удивительный человек. Мальчик уже в Канаде живёт, сразу в школе, он уже был такой, уже его записали по этим, и всё, в Канаду его пригласили, и он там учится. А НПО Лавочкина как-то не заинтересовалась, когда... Ну, это другая проблема. Это другая проблема, но она существует, и она, в принципе, это всё связано. Спасибо большое, что этим вечером нашли время, пришли к нам в студию. Хочется всех призвать, наверное, мы же можем и дальше следить за тем, что Сергей Прокопьев уже там на орбите будет делать, да? Там 55 научных экспериментов в планах. Безусловно, но мы планируем провести еще ряд мероприятий, которые будут включать прямую трансляцию спортом МКС, да. Плюсом у нас запланировано мероприятие в день города, флешмоб. Мы соберем из людей надпись «Привет, Сергей». Мы также это всё софтографируем и отправим на борт. А сегодня во время мероприятия мы сделали фотографию всего зала с плакатами, с разными поддерживающими такими фразами. И вот сегодня вечером мы уже отправим это на МКС и поприлёт… Это приятно космонавту? Как думаете, коллеги, насколько ему это… Я думаю, Сергей будет приятно, когда он увидит этот зал с плакатами в его поддержку. Держи, скажи. Он растает. Сергей, надо подарить вам флаг по автоматике, который побывал на МКС. Ценный экземпляр. Вот видите, не зря пришли сегодня на программу. А у вас Сергей дальше с собой взял флаг города и флаг монетаря тоже в свой первый полёт. В Екатеринбурге? Да. Ну вот видите. А через 187 дней Екатеринбург дружно встаёт и едет в Байконур встречать, собственно, своего земляка. Нет, вы будете здесь. В Байконур не получится. Не получится, не возьмут нас туда. Спасибо большое, что нашли время этим вечером. Пришли к нам в студию. Увидимся на ЕТВ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»